Сложное предложение Сегодня мы с вами поговорим о сложном предложении. Сложное предложение – это такое предложение, которое состоит из двух и более частей, и части эти связаны между собой по смыслу и грамматически. На берегу стояла высокая башня, и солнце отражалось в ее узких окнах. В этом предложении мы можем выделить две части, и в каждой части своя грамматическая основа. Части эти разделены запятой, и их соединяет союз «и». Сравните это предложение с похожим. На берегу стояла высокая башня и отражала солнечный свет своими узкими окнами. В этом предложении одна часть и одна грамматическая основа. Башня стояла и отражала. Однородные сказуемые связаны одиночным союзом «и», и запятая поэтому перед ним не ставится. Существует несколько видов сложного предложения. Во-первых, это бессоюзное предложение. Ближе к полудню солнце стало припекать, растения повсюду поникли, птицы замолчали. В этом предложении мы можем выделить три части, каждая со своей грамматической основой. Части эти равноправны, независимы друг от друга, от одной к другой нельзя задать вопрос. Части разделены запятыми, но союзов нет, и именно поэтому такое предложение называется бессоюзным. Другой тип предложения – это сложно сочиненное предложение. Дождь лил всю ночь, а утром вода хлынула в долину. Также здесь две части, каждая со своей грамматической основой. Части эти равноправны, независимы друг от друга, самостоятельно могут употребляться. От одной к другой нельзя задать вопрос. Части разделены запятой, но части соединяет сочинительный союз А. Таким образом, мы делаем вывод, что перед нами сложно сочиненное предложение. В сложно сочиненном предложении части равноправны, самостоятельны, соединены сочинительными союзами. Чаще всего это союзы «и», «а», «но», «или». И последний тип сложного предложения – это сложно подчиненное предложение. «Путешественники поняли, что так в сумерках шепчутся листья». Здесь также мы можем выделить две части. Первое. Путешественники поняли… И мы можем задать вопрос ко второй части. «Поняли что?» «Что так в сумерках шепчутся листья». Получается, что части этого предложения неравноправны. Есть главное, от которой мы ставим вопрос, и есть предаточное, которое отвечает на этот вопрос. Части разделяются запятой и связаны подчинительным союзом «что?». Таким образом, делаем вывод, что сложно подчиненное предложение – это такое сложное союзное предложение, в котором части неравноправны, от главной к предаточной можно задать вопрос, и части связаны подчинительными союзами и союзными словами. Чаще всего это «что?», «как?», «что?», «бы», «когда?», «если?», «потому что?». Особенностью сложно подчиненного предложения является то, что предаточная часть может стоять в любой части предложения. Давайте посмотрим на примерах. «Когда высокая волна подняла лодку, они увидели берег». Главной частью будет здесь «они увидели берег». Задаем вопрос к предаточной. «Они увидели берег когда?» «Когда высокая волна подняла лодку». Предаточная часть стоит перед главной. В предаточной части есть подчинительный союз «когда?». Части разделяются запятой. «Другой пример. Мягкое кресло, которое родители купили еще до моего рождения, стоит теперь у окна». Задаем вопрос. «Кресло какое?», «которое родители купили еще до моего рождения». Получается, что предаточная часть у нас стоит внутри главной. Смотрите, главная часть. «Мягкое кресло стоит теперь у окна». Задаем вопрос от слова «кресло», входящего в главную часть, являющегося в главной части подлежащим. «Кресло какое?», «которое родители купили еще до моего рождения». Предаточная часть связана с главной с помощью союзного слова «которое», которое в данном предложении является дополнением, так как заменяет собой слово «кресло». Когда предаточная часть находится внутри главной, оно должно быть выделено с двух сторон запятыми. Кресло. Я Cleania